Всем привет! Сегодня 28 февраля и на наши сервера пришло очередное обновление. Обновление довольно приятное, хоть оно и небольшое, но тем не менее для тех, кто не донатит, для тех, у кого нет возможности донату, например, либо же там закидывать много денег, это приятный бонус, который можно получить без каких-то либо вложений еженедельный. В принципе, вот он находится в благо. Это еженедельные задания, да? Всего заданий у вас 12, они даются, каждую неделю будут обновляться, как я понимаю. Задания немножко разные, ну как немножко разные, есть отличия. То есть я прошелся по твинам и посмотрел задания, какие на твинах, какие на основе. В принципе, разница в одно-два задания, и эти задания, к примеру, тоже незначительные. То есть того, чего у меня нет, например, тренировка героев 10 раз, либо же, я не знаю, ну по мелочам. В принципе, сейчас посмотрим, что у нас есть. Все задания несложные, то есть те задания, которые в принципе и так выполняются, то есть вы это делаете ежедневно, еженедельно, не заморачиваясь. Это обязательное прохождение, к примеру. Ну, единственное, что там участие в скачках 4 раза, там, это дополнительно, потому что некоторые люди не участвуют и не дают этому, не придают этому сильного значения, скажем так. Поэтому задания, в принципе, легкие. Скачки 4 раза, я думаю, с особого труда не составит. Участие в Ани Альянсах, в принципе, для тех, кто активно участвует в жизни Альянса, это не проблема, это must have 2 раза в неделю. Логово босса 7 раз. Ну, я думаю, тоже это не проблема, тем более с новым обновлением на Агете, на вещи дракона, да, или как там правильно. Все ходят сейчас на логово босса, и поэтому это тоже не проблема за неделю 7 раз. Дальше, участие в 3-3, 5 раз, вообще не проблема. Входы в игру 5 дней в неделю, ну, это автоматом. Дальше, потратить всего 1000 магических камней. Ну, вот, единственное, что там, 1000 камней может кто-то захомячить. В принципе, вы тратите 1000, возвращаете сотку себе сразу же назад. Ну, в принципе, 10% скидки на первые 1000 потраченных камней, это нормально. Участие в земле охоты драконов после войны альянсов все ходят, стопудово. 10 тысяч драконьих кристаллов, бонус, подарок, это вообще крутяк. 12 часов онлайн, ну, здесь просто оставляете его в полях на АФК фарм на ночь, да и все. Не морочите себе голову, и за неделю там спокойно вас накапает. Так, попытка инстанция кланов, все проходят, стопудово. Бонус плюс 2000, правда, здесь бонус вообще мизерный, 2000 очков эволюции, это вообще ерунда. Дальше, участие в сумерках трижды. Единственное, что нельзя три подряд. То есть нужно взять бой, выйти, взять бой, выйти, взять бой. То есть даже за один день делается, не проблема. Три битвы на шахты драконьего города, вообще ерунда. Нападаете на троих подряд, на любых вообще. Даже можно нападать, чтобы не тратить попытки. Нападаете на того, у кого мощи сильно больше, чем у вас. Вам напасть не разрешают, но засчитывает попытку. Ну и регистрация тотема, один и тот же тотем перерегистрируете трижды и вам дает ее сразу же. То есть не проблема. 12 заданий, все задания легкие. В принципе, выполняются легко. Особо не заморачивайтесь, они автоматом вам накапают. Дальше за выполненные 3, 6, 9, 12 заданий вам дают еще бонусы. Бонусы я покажу, озвучивать не буду. В принципе, особой озвучки не нуждаются. Бонусы приятные на самом деле. Мелочные, но тем не менее, если считать, что это на халяву, просто за то, что вы и так делали, то спасибо разработчикам за это. Потому что действительно хороший бонус. Пошли в сторону развития недонатных бонусов. Это приятно. В принципе, по-моему, сказал все по обновлению. Если есть какие-то нюансы, вопросы, пишите в комментариях. Всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.